И всем исторический привет! На связи с Заварой. Я хочу поздравить вас с праздником Великой Победы. Вам, наверное, интересно, почему я выбрал именно этот музей за память. Потому что здесь можно стать частью истории. Ну, а вот его место положили. И для начала предлагаю вам разобрать задний двор данного музея. Здесь у нас располагаются МиГ-17. Рядом с МиГом-17 расположен Л-39С Альбатрос. Учебно-тренировочный самолет СССР. Небольшая историческая справка. В конце Второй мировой войны у всех ведущих стран были реактивные самолеты. У нас же в качестве учебно-тренировочного самолета применялся тот самый Альбатрос. Пройдя чуть дальше по аллее, можно увидеть несколько БТРов и танков. Этот зверь является БТРом 60ВА. Внутри БТРа у нас располагаются различные панели управления, руль и коробка передач. Сзади очень много места. Правда, нету некоторых деталей. Историческая справка. После Второй мировой войны было очевидно превосходство мотострелков над обычной пехотой. Поэтому советская армия должна была получить универсальный бронетранспортер. Следующим идет БТР-70. Основным во всей линейке БТР-60 стал БТР-60ПБ. Это восьмиколесный бронетранспортер с установленным в башне основным оружием. Стал первым в истории БТРом с такой же компоновкой, востребованной в современных армиях по всему миру. Естественный процесс модификации удачной боевой машины вскоре перевел к появлению БТР-70. Он был разработан в Горьковском автомобильном заводе и принят на вооружение в 1972 году. А в серийное производство пошел через 4 года. А это РХМ Кашалот. РХМ Кашалот является модификацией МТЛБ. Это тягач, который был принят на вооружение в 1964 году. Интересный факт. РХМ Кашалот участвовал в ликвидации на аварии Чернобыльской АЭС. На первый взгляд это может показаться просто бесполезным выпуском металлога. Но однажды это было настоящим оружием светом. Знакомились с первым шестерем данного танка. Он мог действовать в условиях ядерного удара. Это ИСУ-152. Интересный факт об ИСУ-152. Свою кличку Зверобой она заработала благодаря тому, что пробивала такие танки, как Тигр, Пантера, которые назывались семенами хищных животных. Итак, сейчас мы находимся внутри музея. Стража на глаза попадается самый большой экспонат, а именно большой немецкий танк Тигр. Рядом с Тигром располагается легкий немецкий танк Панцер-2. Сейчас мы находимся внутри Т-70 легкий танк СССР. Вот тут все аппаратура у нас. И там место для экипажа и двигателя. Ну а это легкий танк Панцер-2. Ну а это, пожалуй, один из самых необычных экспонатов данного музея. Помимо военной техники, здесь также есть и легковые автомобили. К примеру, ГАЗ-67Б СССР. Или же один из основных грузовиков на вооружении Красной Армии во время Великой Отечественной войны ЗИС-5. Помимо автомобилей и танков, здесь также находятся различные археологические находки, оружия времен Великой Отечественной войны. Итак, мы подобрались с вами к самому моему любимому и интересному в этом музее. Это макеты реального оружия времен Великой Отечественной войны. Там находятся СВТ-40, ППШ-41, винтовка Мосина, Маузер-98К и многое другое оружие. Вот так выглядит внутренний двор этого военно-исторического музея. Здесь большое количество башен и много всего интересного. Кстати, забыл сказать. Во внутреннем дворе музея располагается самая настоящая полевая кухня. Можно поесть каши, попить чай. Вот такой вот вид нам открывается с этих башен. Согласитесь, красиво. Каждые полчаса в том же самом внутреннем дворе проходит интерактивный квест «Школа разведчиков». Дополнительные возможности музея я выложил в своем телеграм-канале. Ссылка в описании. В заключении хочу сказать, что данный музей уникальнее предыдущего, потому что здесь можно взаимодействовать с оружием и техникой того времени. Ну а с вами был GoHistory. Всем пока. Берегите себя. С 9 мая. Давай, страна огромная!